сейчас я вам сказку расскажу про инструмент не поверите впервые в жизни ладно не впервые короче уже несколько лет у меня вот эти вот инфорсовские тележки за эти годы в принципе ничего нигде не отвалилась ну как не отвалилась вот тут например божественная точечная сварка отвалилась вот ну да ладно это ничего страшного собственно значит эти тележки свое время я покупал по 15000 рублей и в целом ну как бы тогда казалось это дорого а потом они стали стали стоит 28 потом 25 потом 23 и в общем то грубо говоря 4 вот эти тележки вам обходятся в 100 тысяч рублей тележки у нас комплектуются колесами двумя поворотными двумя неповоротными и я менял на все поворотные потому что ну случае уборки именно конкретно в моем рабочем пространстве неудобно когда два колеса поворотные а два нет поэтому у меня все это отщелкивается выезжает собственно и все здорово классно там можно пролезть на инфорских тележках у нас идет вот это вот божественное резиновое покрытие фиксации именно ящиков ну как бы вам сказать короче слабоватая плюс смотреть какая особенность колеса фиксированная но от поворота они а а это фиксируется а это не фиксируется от поворота вот то есть одно такое другое такое ладно в общем то по бокам у нас ну просто срез металла грани не то чтобы острые но неприятные и ящики сами ну понятно что на них не танцевать но тем не менее стеночка у нас ну такая вот просто желеобразная ну что-то в районе 0508 я бы сказал металл вот но за годы эксплуатации в принципе ничего страшного и это ничего страшного было ровно до момента как у меня не встала задача купить другую телегу но которая бы была длиннее и уже то есть отличалась по по габаритам и в принципе если бы не эта задача я бы наверное купил точно такой же так как ну за годы эксплуатации в принципе никаких проблем то не возникало вот что меня в первую очередь них бесило их ручка то есть вот это вот темка я думаю слышно да она сделала ровно из такого же тоненького материала вот такой же как и ящики ручка но у меня их нету их не ставил то есть она вот в закладные в резьбовые заклепки приворачивается такая вот хреновина пластиковая ты за нее тянешь ты вытягиваешь вместе с ней всю стенку то есть ну просто дрищевый она вот такая вот барабанообразная вот плюс но вот это конечно понятно что на ней не плясать но тем не менее весь ящик у нас так вот божественным образом ходит к дном потому что ну когда у тебя металл без ребер жесткости вот такой в принципе ожидать другого не приходится и казалось бы у великих мастеров и умельцев сейчас возникнет лай логичный вполне себе вопрос а шо ты хочешь за эти деньги знаете во первых за эти деньги я хочу чтобы здесь была порошковая все-таки покраска потому что я открою тайну порошковая покраска вот так вот не облазит вот и может быть где-то тут порошковая а где-то явно не порошковая уж уж простите но я очень много крашу порошком и отличить порошок от не порошка научился за годы если вы эту способность не приобрели ну что ж как бы в этом нету моей вины вот опять что сейчас кашну купи там тележку какой-нибудь бренд вообще неизвестный никому но он где-то на гуглил там тележка стоит 200 тысяч ну понятно в общем все там будет классно и так вот на данный момент запоминаем что вот это вот стоит в районе 23 28 тысяч ну там разные ящики разные продавцы и так далее я это все барахло свое время покупал во все инструментах и очень охреневал еще от упаковки то есть в чем ну все упаковки а вот этот хреновина весит я не буду врать но от 30 там до 40 килограмм короче одному и и тараканить ну так себе затея и она почему-то не продается на колесах казалось бы ну да смысле на колеса а вот в прямом она упакована в ящик вот причем было множественные жалобы что этот ящик похож на жеванный картон когда вам тележка это приходит потому что я полностью согласен с теми людьми которые пинают ногами так как она крайне неудобно на стадии покупки и транспортировки потому что почему-то нельзя привернуть колеса с завода и чтобы просто на ней был надет картонный колпак также обвязанный но ты ее можешь свободно перемещать пространстве то есть тебе надо загрузить в машину чтобы увезти из магазин ты и докатил и все как бы никаких вопросов нет вы скажете откуда я все от придумываю а я не придумываю а я сравниваю удивительно да 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 и так значит перед вами телега она называется светогор сразу москвич вспоминается потом можно к этой истории цои приплести и так далее и значит на куплено она была исключительно исходя из габаритов то есть если мы смотрим туда и смотрим сюда мы осознаем что это тележка шире то есть мне она была нужна под конкретный размер и значит про вот эти вот сравнения на телеге сверху нету коврика и как бы ну я честно говоря не очень понимаю зачем нужен наверное чтобы не обдирать но ладно уж ну не знаю зачем вот это действительно покрашена порошком потому что я знаю как вот эти вот заклепки здесь залиты все это прошу сто процентов то есть никаких вопросов нету к этому в качестве покраски она как бы лучше чем у инфорса а теперь внимание я так вот вам за травочку откидаю цена этой штуки сейчас 22 тысячи рублей на все инструменты было куплено сейчас у нас чего январь еще идет до 24 года видео то это выйдет неизвестно когда да то как бы в качестве покраски есть огрех тут такой песочек ну вы поняли то есть как бы штука сугубо производственного производства вот но смотрите какая история вместо блевотной точной сварки которая почему-то у нас очень некачественная как правило здесь идет нормальный сварной шов прям нормально проваренная вам скажу ой я сейчас конечно сам себе во зло делаю потому что нахваливаю этого производителя я делаю так что он поднимет цену так всегда бывает но знаете пусть он поднимет цену но производитель вот этого вот великолепия наверное должен задуматься и стать более конкурентно способным в таком случае и так помимо всего прочего то что здесь нормально проварена вся эта история помните я показывал на той стеночку его знаете здесь стеночка немножечко по устроены во первых она углублена она сделана как перфо панель и здесь металл ну два два с половиной миллиметра он тут погрешется на краску и так далее это не звучит как консервная баночка а теперь смотрим вот здесь отверстие до отверстие не идеально его каким-то тупым сверло сверлили но опять же тут провар и смотрим на толщину металла а толщина металла здесь ну 1 и 2 миллиметра должна быть то есть весь вот этот силовой каркас он не дрячев и вот да она у меня привернута двумя саморезами к стене но вы видите что это хрустит но это не желе что касательно вот это вот бурта что нижнего что верхнего от ворот за ворот вот она плюс-минус одинаковые но вот эти вот короба они несут на себе силовую конструкцию чего нельзя сказать об инфорсовской телеге ручка до которой я докопался там знаете вот здесь вот ручка казалось бы простейшая жестяная без изысков только она приворачивается на 4 болта она цельно сварная и мало того это все тоже приворачивается к стенке 1 и 2 миллиметра и сама ручка 12 миллиметра и это знаете ли куда жестче и прочнее со второй стороны тут вам не очень видно но здесь тоже первых панель то есть на это еще можно что-то вешать а теперь то чего дня ну бомбанула в первую очередь так во первых ящики выдвигаются фуга инфорсовские выдвигаются куда легче возможно ну причина то что там устроится салазок другое а может быть просто не смазаны но туго и туго ладно бог с ним а теперь смотрим невероятное волшебство того как сделана стенка помните я показывал что там она вся гуляла здесь стенка сделана из более толстого металла и здесь идет вот это вот замечательное ребро жесткости которого на инфорсовской тележки нету вот нету а еще мне вот интересно а и вот смотрите да здесь нету блевотной точечной сварки которые у нас качественно не умеют делать здесь просто полуавтоматом дырка все есть вот такие вот огрехи покраски тот свой волос оставил но она не идеально ну учитывая скажем так здоровую конкуренцию вот эта вот штука выглядит куда привлекательнее в покупке нежели инфорсовская телега по крайней мере это вот сейчас стало очевидным для меня то есть она просто заведомо прочнее она сделана из более толстого металла и понятно что на ней не плясать ну знаете все познается в сравнении и в сравнении плюс-минус ту же ценовую политику но этого окей на 5 тысяч дешевле получается что то что стоит на 5 тысяч дешевле сделано гораздо более качественно чем то что на 5000 дороже вот такая вот удивительная у нас история получается таким образом ну я на себя делаю выводы что если мне понадобится следующая тележка она будет уже не инфорс точно будет ли она такая же не знаю то есть все меняется постоянно и возможно будет что-то более конкурентно способна как цене так и в качестве к тому моменту но на данный момент наконец января двадцать четвертого года вот эти вот тележки светогор выглядят максимально привлекательно по крайней мере для меня и на мой взгляд я наверное обосновал это ну максимально насколько мог и я же сказал про перевозку и вот удивительно она продается по крайней мере вот у меня была в сборе и на нее сверху просто одет картон и ее ты можешь поставить на колеса и катить куда угодно соответственно во время перемещения людей она не будет бесить доставщиков и прочих кто с ней будет связан и они ее могут аккуратно перекатить а не тащите на руках швырять в машину и так далее и вы получите по итогу не побитую более качественную телегу мелочи но вот они такие мелочи все из мелочей состоит в общем-то если бы все инструменты еще мне за рекламу их волшебного товара заплатила мне как как какие-то денежки я буду конечно бесконечно счастлив но мы это делаем не реклама ради потому что нам никто не платит посмотрите на количество подписчиков здесь как бы технический контент который на хрен никому никогда не нужен был соответственно это никогда не будет монетизированы и никогда вся эта деятельность не будет ну как финансово обоснована то есть это исключительно мое мнение прислушиваться к нему или нет это уже дело ваше в общем-то вот такая вот история у меня на этом для вас все с вами была мастерская панк мото гараж я сергей панкратов и вот такое вот сравнение казалось бы простых но не очень простых вещей а именно инструментальных телег от двух разных производителей у меня на этом все всем пока